В Алатаре прошел второй межрегиональный форум социокультурной истоки. Его посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. И тема воспитания молодежи на примере героев стала одной из основных. Как реализуются образовательные проекты в республике и насколько активно в него вовлекаются ученики, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Забывать о своих истоках нельзя, особенно сейчас. Каждого ребенка необходимо научить уважать историю родного государства. В условиях, когда другие страны пытаются пересмотреть подвиги защитников Отечества, эти задачи выходят на первый план. Открывая форум, глава республики отметил, что чувашский народ, как никакой другой, обладает богатой культурой и бережно хранит традиции предков. Эти духовные ценности необходимо передать и другим поколениям. В международной геополитике ситуация непростая. Разные политологи, разные историки начинают спорить, обсуждать, где же правда, где же настоящая правда. И с этой точки зрения сегодня со стороны подходов нашего федерального центра уже единый учебник по современной истории будет, потому что без знания истории нет будущего. Создание необходимых условий для духовно-нравственного развития и формирования личности гражданина России – это важная цель, которая может быть достигнута только благодаря эффективному взаимодействию органов власти, образовательных учреждений, родителей. Воспитывать настоящих патриотов Отечества педагогам помогает и программа «Социокультурные истоки». «АЛЛАТР» является экспериментальной площадкой федерального проекта. То, что первым в республике его начал реализовывать именно этот город, не случайно. Многие называют «АЛЛАТР» центром православного Поволжья, и где, как не здесь, возрождаются истоки. Активное участие в этой работе принимает духовенство города. Слово «образование» в основе имеет образ, корень, образ. Конечно, церковь имеет в виду образ Божий в человеке, но есть сторона и другая сторона, которая именно и проявляется в служении Отечеству – это воспитание настоящего гражданина, настоящего патриота. В рамках учебного курса «Социокультурные истоки» дети углубленно изучают историю родного края, узнают о его знаменитых людях. Важная составляющая проекта – знакомство с искусством и живописью. Эта программа, отмечают авторы, должна приобщить молодежь к истинным семейным ценностям. Программа «Социокультурные истоки» в республике реализуется с 2010 года. Сейчас ее снова поддерживают порядка ста учебных заведений «Аллаты», «Чебоксарка», «Наша» и «Аликовского района». Но уже в ближайшее время к ним, наверное, присоединиться школы и детские сады других муниципалитетов. Глава республики встретился и с педагогами города. Как подготовить детей к единому госэкзамену и помочь им выбрать будущую профессию? Министерство образования отмечает, что ребят необходимо мотивировать. Тогда 50-й класс придут, профильные классы, подчеркиваю, особенно профильные классы, которые хотят изучать ту же самую математику, литературу и так далее. А мы должны создавать настоящие профильные классы, а не просто фиктивно нарисованные. Вот, допустим, профильный класс, в моем понимании, это не только набор предметов, это апробация будущей профессии на каких-то неклассных мероприятиях. В девятой школе многие ребята увлекаются спортом. Глава республики познакомился и со школьной сборной по баскетболу. Хороший спорт, очень хороший. Все, когда пристроить строили, да? Мы сделали его по-своему, переделываем немножко. У нас 30 метров длина и 11,5 ширины. Затронули вопросы создания комфортных условий для обучения учеников. В этом году школе из федерального бюджета выделят более 5,5 миллионов рублей. Средства планируют направить на реконструкцию фасада и замену окон. В ремонте это здание нуждается давно. Оно было построено более 70 лет назад. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.